Всем привет! В этом видео мы обсудим очень важную часть нашей жизни и вселенной SCP – мемы и меметику. В разных материалах по SCP часто встречаются как сами мемы, так и мем-агенты. И речь, конечно, не об обычных мемасах по фандому, хотя такие содержатся в группах в соцсетях по этому каналу, где внимательно изучаются. Ссылки на них есть в описании. Группа ВКонтакте и теперь еще есть группа в Одноклассниках. Посмотрим, как пойдут дела там. Мем – это изначально придуманная биологом Ричардом Докинсом единица культурной информации, которая распространяется в умах людей. И как ДНК состоит из генов, так и вся культура человечества, все идеологии, мифологии и прочее – все это состоит из распространяющихся единиц культурной информации. То есть мемов, которые по-разному смешиваясь создают новые смыслы и образы. Сила мемов заключается в способности распространяться. Если человек, получив какую-то информацию, сразу бежит рассказывать другим, значит это хороший годный мем. Сильный мем. На основе этой идеи недавно была создана целая наука-меметика, которую пока что большинство ученых не признает. Разумеется, большинство ученых не аномального мира. Ученые фонда SCP пользуются техниками меметики уже давно. Во вселенной SCP из мемов составляют целые вирусы, которые могут заражать множество людей. Подобно древним заклинаниям и мантрам, они составлены так, чтобы изменять разум того, кто их услышал или воспринял каким-то еще способом. Однако меметика никаким образом не относится к телепатии или магии. Мемы как бы программируют человека, который с ними взаимодействует. Новички в нашей организации часто называют меметикой все, что выносит мозг. Но это не есть меметика. Меметичны сами слова. Они порождают меметическое воздействие на ваш разум. Без каких-либо лучей подчинения, которые исходят из монитора и вцепляются в ваше хрупкое сознание. Мем – это информация, а точнее культурная информация. Вне пределов фонда к меметике относятся не очень серьезно. Это теория, которая увязывает распространение культурной информации с эволюционной биологией. Мем – меметика, ген – генетика. В некоторых SCP это сравнение мемов с генами обыгрывается напрямую. Например, по сюжету SCP-18-19, сам SCP представляет собой генетическое нарушение, которое передается через мем-агент. Рисунок, на котором изображен черный монстр с красным глазом. Идея в том, что определенные мемы процветают, а другие оказываются забыты, подобно тому, как определенные гены порождают более приспособленное потомство, которое заставляет выбыть из игры существ с другими генами. Опять же, распространение и изменение информации удобно сравнивать с распространением и мутацией вируса. Термин «меметика» в нашей работе мы в основном используем потому, что по-настоящему опасные мемы могут распространяться, как лесной пожар. Само знание о них может считаться заражением. Понять истинную природу меметической угрозы – значит выжить в столкновении с ней. Нельзя надеть волшебные очки из телекила, чтобы они защитили вас от мема. Очки не работают. Если эти слова прозвучали в вашей голове с жутким немецким акцентом, поздравляю, вы – жертва очередного меметического эффекта. Если вы не знали, что эта фраза популярна цитатой Симпсонов, я вас поздравляю, теперь вы заражены этим знанием и можете участвовать в его распространении. Кстати, в начале этого видео я сказал, что в реальном мире меметику не воспринимают серьезно, но у нее есть свои исследователи. Например, Томас П.М. Барнетт, который закончил учебу в Гарварде в звании доктора политических наук. Если верить Википедии, доктор Барнетт – это известный военный геостротег, который пока учился, разрабатывал стратегии борьбы против СССР. Но из-за того, что СССР распался, был вынужден принципиально изменить род занятий и заняться концепциями места, которые должны занимать различные страны в мире. В своем труде «From the Clash to the Confluence of Civilization» уделяет немало внимания роли вирусным единицам информации в процессе построения культурно-единого мира. Даже странно, что я узнаю такие вещи из английской Википедии, а не из шоу на федеральном канале, где ведущие кормят зрителей сумасшедшие конспирологии типа плана Далласа. Ну да ладно. Зарывшись еще глубже в темные глубины днища интернетов, я нашел презентацию, подписанную доктором Робертсом Франкенштейном. Человек с такой фамилией же не будет заниматься чем-то плохим. А он Финкельштейн. Ну тогда ладно. Ссылку на эту дичь я оставлю в описании. Там на 152 страницах рассказывается, как американцы собираются мемами захватывать мир. Очень познавательно. Не бывает у артефактов меметической ауры, и не испускают они меметические лучи. Это все равно, что животное, окруженное генетической аурой и испускающее генетические лучи, может вообразить себе существо с такими генами, которые дают ему способность окружать себя аурой и испускать из себя лучи, как перекачанный Иксмен. Но помните, что способности особей подобных существ, стоящих у нас на содержании, происходят из совершенно иного источника, нежели современное научное понимание генетики и биологии, тоже относятся к меметическим артефактам. Мы потому их содержим, что они пока непонятны и необъяснимы, и в итоге у нас есть корявая концепция того, что мы до конца не понимаем. Мем-агенты могут быть представлены в виде картинок, например, таких. Или надписи на стенах, или даже содержаться в определенных фразах, как, например, в SCP-2432 посетители определенного номера в определенном отеле оставляли на сайтах о путешествиях отзывы, которые влияли на психику тех, кто их читал. Начнем с того, что объекты с опасными меметическими компонентами зачастую сложно определить как враждебные нам. Меметические угрозы нуждаются в сдерживании. Не потому, что они стремятся убить всех людей. Они несут угрозу по той причине, что даже простое восприятие их для нас опасно. Опасные мемы в подавляющем большинстве случаев не обладают разумностью. Исключение составляют лишь некоторые сущности, обитающие в пределах культурного пространства. Такие как SCP. SCP-732 и SCP-423. По сути, опасный мем – механизм, заставляющий сработать в вашей голове нечто, о чем вы даже не подозревали. Как бы вы сходу отреагировали на то, что ваш злейший враг спит с вашей возлюбленной, а если бы вы случайно застали их в постели? Такие внезапные откровения могут сделать из мирного и спокойного обывателя убийцу. Так что нет ничего удивительного в том, что есть такие обрывки информации, которые могут переломать человеческий разум множеством разных, но одинаково страшных способов. Защита от меметической угрозы – штука сложная. Иногда может быть хуже самой угрозы. Все наше поведение чем-то обусловлено. И прилив эмоций от услышанной мелодии тоже происходит не просто так. Хотите прекратить думать о Симпсонах или ваших несносных дружках-задротах, которые постоянно всплывают в голове при упоминании фразы «Очки не работают»? Потребуется начисто забыть Симпсонов и друзей. Хотите прочитать или услышать фразу «И остаться в живых»? К сожалению, нам пока не очень ясно, что нужно знать или забыть для предотвращения данной удлины. Но подвижки есть. Помогает лоботомия, помогает амнезин. И это один из тех редких случаев, когда лекарства не хуже болезни. Это сумма нашей человечности. Это наше культурное наследие. Наше воспитание и воспоминания. Наша личность. Это делает нас уязвимыми к меметическому воздействию. Так что вовсе не базальтовый монолит и непричудливые рисунки на нем заставляют вас душить своих соратников собственными кишками. Проблема все это время таилась внутри нас самих. В разных рассказах по SCP или даже в самом первом SCP упоминаются смертельные мемагенты. По сюжету фонд разработал такие изображения, которые способны как бы дать команду организму увидевшего на немедленное отключение биологических и жизненных функций, от чего жертва умирает. Если вы когда-нибудь попадете под меметическое воздействие и осознаете этот факт, помните, что есть умственные упражнения, которые могут спасти вам и вашим соратникам жизнь. Изменяйте представление информации в вашей голове. Это может изменить и реакцию на нее. Чем абсурднее и резче изменения, тем лучше. Пусть грозный зверь наденет ярко-розовую ночнушку. Подрисуйте усы к зачарованному портрету. Помочитесь на каменный алтарь. Наденьте на жуткое изваяние фольгированную кипу. Если вам ничего не помогает, можете согнуться пополам и поцеловать свою задницу на прощание. Я не шучу. Может на самом деле поможет. Доктор Йохан Сортс. Получил взыскание за употребление в этом документе слова «перекачанный». Как мы видим, фонд SCP дает поразительно дельные советы по сопротивлению мемо-грозам. Так что не забывайте орать над смешными мемасами. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok